Здравствуйте, мои дорогие зрители и мои подписчики! Я вообще-то на вопросы стараюсь ответить сразу. Стараюсь ответить в комментариях прямо на вопрос поставленный, стараюсь ответить в почте и стараюсь ответить в личных сообщениях. Где меня спрашивают, там я отвечаю. Но дело в том, что мне часто задают вопросы, на которые я уже отвечала в своих видео. Но я понимаю, что появились новые люди, новые подписчики, новые зрители, которые не видели этих видео и они не знают о них. Так я прошу обратить вас внимание, у меня все видео находятся в плейлистах. Откройте плейлист, который называется «Ответы на вопросы» и вы чего только там не найдете. Тем не менее, есть вопросы, которые повторяются бесчетное количество раз. И я не могу каждому человеку отвечать на него без конца, поэтому снова делаю видео. Но чтобы вам знали, о каких вопросах речь, речь, я вам внизу напишу эти вопросы. Я набрала шесть вопросов, которые очень часто повторяются. Внизу будет список этих вопросов. Если эти вопросы вам интересны, продолжайте смотреть. Ну и просто, если вам интересно. Итак, какие вопросы? Первый вопрос. Правда ли, что в субботу все закрыто? Нет, неправда. У меня много видео, где я показываю, что именно в субботу работает. Но для начала скажу, что я вообще не понимаю, почему все время встает этот вопрос. В любой стране в выходной день многое закрыто. Вот, скажем, я была в Лондоне, в воскресенье не работают магазины. И так в любой стране. Но только там это воскресенье, здесь это суббота. Я вообще не понимаю, почему этот вопрос так много муссируется. Можно подумать, что у нас в субботу здесь все вымерло. Это совсем не так. Наоборот, у меня возникает ощущение, что в Израиле открыто больше, чем в других странах по выходным дням. И скажу вам, что именно открыто. Во всем Израиле работают все музеи, все заповедники, кинотеатры, зоопарки, многие кафе и рестораны и так далее. То есть все места, аттракционы, производятся экскурсии. В общем, все, что связано с досугом, в субботу открыто. Закрыты в субботу многие супермаркеты. Тем не менее, в каждом районе страны, по крайней мере, за центр и за север я могу вручаться, есть множество магазинов, которые работают. Я уже не говорю о русских магазинах, не обязательно это русские магазины. Возьмем Тель-Авив, там работают магазины АМПМ 7 дней в неделю. У нас тут на севере в Хайфе и Хайфские округи на севере полно магазинов, которые работают. Например, Стоп Маркет, супермаркет большой, работает 7 дней в неделю. И Дабах, магазин, в который я, например, езжу между Хайфой и Аку на шоссе, он находится, работает 7 дней в неделю с утра до вечера. Очень хороший магазин с большим выбором. Я не рекламирую магазины, но всегда можно найти магазин, который работает. Я вообще не совсем понимаю, почему закупку надо делать непременно в субботу. Потому что если человек не работает, у него есть 6 дней в неделю, когда все работает, и ходите, покупайте. Если же вы работающий человек, наверняка у вас есть машина, и вы можете подъехать туда, где магазины открыты. Я вообще советовала бы новым репатриантам селиться в больших городах, когда они приезжают. Потому что у вас нет машины, в больших городах лучше транспорт работает, и даже в субботу что-то есть, с чем можно подъехать. И больше возможностей, и больше открытых мест. И, конечно, когда вы живете в какой-то далекой деревне, конечно, там будет все закрыто. Как и в любой деревне, в любой стране. Так что я не вижу большой проблемы в этом. И я не понимаю, действительно не понимаю, почему этот вопрос так много муссируется. И мне кажется, с годами все больше и больше мест открытых. Следующий вопрос. Следующий вопрос такой. Правда ли, что существует трение между общинами, что представители разных общин ненавидят друг друга? Я вам хочу сказать, что дрязги, ссоры, недоразумения случаются даже между супругами. Случаются между родителями и детьми, случаются внутри семьи, случаются между друзьями. Конечно, случается всякое. Но в целом, не раздувайте эту проблему. В общенациональном масштабе, я считаю, что это не проблема. В сегодняшнем современном Израиле этот миф пора развеять. Потому что когда-то, да, были трения более большие. Сегодня это уходит в прошлое. Я думаю, что это уйдет в прошлое и окончательно. На это потребуются годы. Но, тем не менее, никакого такого большого, большой проблемы, я не считаю, что существует. Да, есть разница между восточными евреями и западными, то есть ашкеназами. Это разная немножко культура. Это разное, конечно, немножко отношение к каким-то маленьким вещам. Разные традиции. Но вы понимаете, каждое следующее поколение, которое родилось и выросло здесь, оно уже вбирает местные обычаи, местные традиции, местный менталитет. И поэтому проблема эта уходит. И, конечно, никто вас не заставляет жениться на восточной еврейке или братьев-друзья, но отношения складываются нормальными. Я работала с разными людьми и никогда не было у меня никакой проблемы. Что касается эфиопов, конечно, самые российские высказывания всегда, я слышала, доносятся именно из русскоязычной общины. Я могу понять, в чем дело и почему, но факт фактом – это правда. И вживайте в себе это, вам уже будет легче. Вот и все. Если, не дай бог, какое-то несчастье, если, например, начинается война, когда тут были войны, или когда я сама здесь живу 26 лет, и были тут обстрелы, и были тут войны, например, Вторая Ливанская война. Вы знаете, все эти ничтожные различия, они тут же исчезают. Народ становится монолитным, все едины, все помогают друг другу. Ты вообще перестаешь обращать внимание на эти мелкие различия. И это очень хороший показатель. Это показывает о том, что мы действительно становимся единым народом. Вот и все, что я об этом хотела сказать. Да, и еще одну вещь хочу сказать все-таки. Относитесь к другим так, как вы хотели бы, чтобы относились к вам. Это когда-то Раби Акива, по-моему, сказал. И все. Следующий вопрос. Мой муж еврей, а я нет. Ну, или наоборот. Как ко мне будут относиться и приживусь ли? Ну, как к вам будут относиться? Во-первых, у вас на лбу не написано, кто вы. Так что, и во-вторых, никому нет дела вообще до того, кто вы. Так, скажем, прохожему нет никакого дела, кто вы. Но, но, даже если знают, кто вы, нормально к вам относятся. Об этом вы беспокоиться не должны. А вот приживетесь ли вы здесь, это зависит только от вас. Интересуйтесь народом Израиля, его традициями, его историей, его проблемами. Станьте частью этого народа, примите его в своё сердце. У меня вокруг, ну, сотни, не десятки, сотни случаев, что живут люди, и всё нормально. То есть, конечно, бывает всякое, но в целом нет такого, нету. У меня на работе были люди, которые не являлись евреями, ни разу я не видела, чтобы к ним относились плохо, чтобы как-то их выделяли из общей массы. Будьте как все, и будут к вам относиться как ко всем. Не противоставляйте себя, не смотрите на всех злобным, затравленным взглядом, и тогда к вам будут относиться нормально. Относитесь к другим так, как вы хотите, чтобы относились к вам. Это призыв, который я буду повторять, наверное, в каждом вопросе. И тогда эта проблема не будет существовать. То есть, если вы сами её не создадите, этой проблемы не будет. Это мой взгляд на эти вещи. Четвёртый вопрос, очень часто задаваемый. Кто имеет право на репатриацию? Боже мой, сколько раз меня это спросили, я уже отвечала. И сейчас недавно сделала специальное видео. Кто имеет право приехать в Израиль? Я вам здесь поставлю прямо видео, и под ним поставлю ссылку. И сейчас я этот вопрос не буду освещать. Ему посвящено отдельное видео, где я чётко, ясно сказала, кто имеет право приехать в Израиль. Пятый вопрос спрашивает о том, какой шанс у них устроиться тут. Самое главное – это ваши личностные качества. Что значит личностные качества? Это значит, упорны ли вы, коммуникабельны ли вы, то есть умеете ли завязывать связи с людьми, энергичны ли вы, готовы ли вы учиться чему-то новому, новой специальности, если нужно, мобильны ли вы, готовы ли вы переехать в другое место, здесь это не проблема на самом деле, здоровы ли вы даже, имеет значение. То есть от всего этого зависит, какой шанс у вас устроиться. Я не знаю, что вы называете устроиться, восстановить свой статус какого-то хорошего специалиста, на это уйдёт время. Если просто найти работу, работу вы найдёте моментально, потому что рабочие руки, как я уже говорила, нужны. И работать вы будете. Голодными вы тоже не будете. Шестой и последний вопрос. Без конца спрашивают о том, можно ли купить в Израиле вот буквально вот эти продукты, которые чаще всего спрашивают. Творог, сметану, чёрный хлеб, селёдку, пельмени и солёные огурцы. Ой, ребята, если бы вы смотрели все мои видео, я показывала супермаркеты, что там продаётся. Вот все эти вышеназванные продукты продаются абсолютно во всех супермаркетах. Причём отличного качества. Творог и сметана, причём разных сортов, в любом супермаркете. Чёрный хлеб сейчас есть уже в любом супермаркете, и не только в русских магазинах. Селёдка. Хотите филе сельди, хотите селёдку кусочками маринованную, в баночке маленькой, в баночке большой. Селёдка здесь называется херинг. Может быть, кто-то из вас этого не знает. И этот херинг продаётся в любом супермаркете, даже в самом маленьком. Солёные огурцы, а также и маринованные, продаются, хотите маленькие, хотите большие, хотите в стеклянной банке, хотите в жестяной банке, в любом супермаркете. И пельмени тоже теперь есть в любом супермаркете. Может быть, не 10 сортов, как в русском магазине, но сорта 3 будет. Так что я не вижу проблемы. Что я ещё забыла? Ничего не забыла. Конечно, о каждом из этих вопросов я могла сделать отдельное видео. Но, простите, я уже делала отдельное видео. Поэтому я решила собрать эти вопросы вместе. Ну вот и всё. Задавайте вопросы. И до новых встреч. До свидания.